Всем привет! Сегодня у нас 7 октября 2019 года. Хочу показать сравнение яблок 5 сортов, такие как Red Chief, Red De La Chess, Jeremine, Star Crimson и Rihard. Потому что меня реально уже напрягают комментарии, тупорылы. То, что Jeremine это Star Crimson, то, что Jeremine это Red De La Chess или Rihard. Ну реально, Jeremine есть Jeremine. Jeremine идет с белой мякотью, не с красной. С красной мякотью это все непонятно, с чем торгуют. Я вообще просто, у меня слов нет. То, что там в питомниках этих продают, это спрашивайте у них, почему у них красное мясо. Я не у меня, почему у меня сорт идет с белой мякотью. То есть этот настоящий сорт Jeremine. Сейчас разрежу, покажу все яблоки, какие они на вкус, на цвет. Более детально расскажу. Вот первый сорт Red Chief. Red Chief это идет американская селекция. Вот такой вот имеет вид яблока. То есть есть больше, есть меньше. Оно такое полосатенькое, очень вкусное, зимний сорт. Сейчас разрежу, покажу какая мякоть. На белом фоне, чтобы было видно. Это яблоко еще на данный момент зеленое. То есть вкус у него наберется вот туда вот под Новый год. Вот показываю. Red Chief яблоко. Теперь Red De La Chess. Тоже американская селекция, тоже зимний сорт. Сейчас разрежем его, посмотрим какая у него мякоть. Вот такой имеет вид. Вот это не Jeremine. Jeremine вот, черное яблоко, темное. И не Star Crimson, кто путает его. Star Crimson совершенно другое яблоко. Совершенно другие у него и цвет, и вкус. Так. Это Red De La Chess. Сейчас разрежем его. Вот такая вот мякоть. Попробуем потом. Это Red De La Chess. Видно мякоть даже на камеру. Хотя камера не передает цветатье. Мякоть отличается, например, Red De La Chess и Red Chief. У Чифа с зеленоватым оттенком. Так. Попробуем. Разрежем сорт Jeremine. Вот какие яблоки цветом. Они ну реально отличаются друг от друга. Тоже сочно. Отлично. Тоже с зеленоватым. Но они еще. Им надо по-любому полежать. Тоже мякоть отличается вот с Red De La Chess. По виду. Red De La Chess более желтоватый. Так. Стар Крымсон. Давайте сейчас разрежем. Стар Крымсон. Это ну считается зимним сортом. Но я его отнес к осенним. Потому что зимний сорт это если он будет лежать в камерах с регулированной температурой. Если в подвалах это только до нового года. И то до нового года он будет ватный. И вот сейчас самое то самый вкусный вкус именно вот сейчас на данный момент. Стар Крымсон. Джерамини. Забыл сказать Джерамини это Франция. Французский сорт. И сорт Рихард. Это германская селекция. Вот такой имеет вид. Сорт Яблок Рихард. Вот они какие. То есть они все отличаются друг от друга. Тоже зимний сорт. Сейчас разрежем. Тоже сочно. Вот такой вот яблок. Сейчас каждое попробую. Примерно сравню. По вкусовым. Так. Давайте начнем наверное с Рихарда. Как оно на данный момент хрустит. Этим всем яблоком по идее надо лежать. Чтобы набрать вкус. Я сейчас вкус реально не смогу оценить. Просто показываю вот для людей которые не понимают где Джерамини где Стар Крымсон где Рэд Чиф и Рэд Диля 6. Это вот конкретно для этих людей. Снимаю, показываю видео. Ну уже и продегустирую. Уже разрезал. Так. Рихард. Рихард сочный. Сладкий. С легенькой подшкуркой какой-то своеобразной кислинкой которую в принципе не ощущаешь. То есть аромат еще толком не набрал. Но слышатся нотки вот таких Рэдовских сортов. Так. Сейчас Стар Крымсон попробуем. У Стар Крымсона на данный момент мякоть более рыхлая чем у Рихарда. Больше сладости больше аромата. Ну я же говорю это более осенний сорт. То есть для подвальных хранения если я снимаю его в 15 числах сентября уже в подвал у меня в подвале образно где-то ну градусов 15 а то и 18 тепла. То есть конечно он хранится не будет он будет ну дрябнуть. Так. Джерамини. Сорт Джерамини. Он реально черный темный. Пока из этих двух из трех этих сортов что я попробовал у Джерамини самая плотная мякоть. То есть это реально зимний сорт. Сочная тоже сладкая. Особо аромата сейчас не слышу сильного потому что яблоку надо полежать и набрасываю вкусовые. Так. Ренделешес попробуем. Ренделешес тоже сладкий с легким уже ароматом присущий этому сорту сочный мякоть довольно твердая плотная тоже хорошая но этому сорту тоже нужно полежать и Рэдчиф Рэдчиф мне тоже очень нравится это яблоко тоже очень вкусное любимый мой сорт. Тоже сладкая но от Рэдчифа я сейчас очень сильно слышу у Рэдчифа и у Джерамины явное присущее как крахмал то есть этим яблокам надо реально подольше полежать. а так сладкий тоже аромат еле-еле чувствуется то есть ну ему надо набирать до нового года в принципе вот такой небольшой видео обзор по данным сортам конкретно Рэдчиф Рэддилешес Джерамины Старк Рэмсон и Рихард Кому понравилось видео обязательно ставьте палец вверх это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ новых интересных видео про данные сорта я сниму видео по каждому отдельно когда конкретно они поспеют наберу свои вкусовые качества и про Рэдчиф и про Джерамини и про Рэдилешес Старк Рэмсон и Рихард это зимний период я по каждому сорту все покажу и расскажу так всем спасибо за внимание всем пока